Добрый день, дорогие друзья. Депутат от партии «Справедливая Россия. Патриота за правду». Экономист, писатель Михаил Делягин. Здравствуйте, Михаил Делягин. Здравствуйте. Я бы уже сказал, солнечный день. Так точно, солнечный день. Этот погодный фактор сейчас на передовой политической повестке. Оказалось, что помимо солнечных дней бывают дни весьма морозные в январе. Да быть того не может. Кто вам такое сказал? Это агент урацепсой, не иначе. Не иначе. Михаил Игоревич, вот что происходит? Происходит отечание в рамках имитационного государства. Давайте я вот конкретизирую вопрос, чтобы мы не растеклись мыслью по древу. Смотрите, мы благодаря вам написали за прошлый год, ну, наверное, вот только через меня, да, прошло. Вот 400 запросов. Из них, ну, наверное, штук 100 было посвящено вопросам ЖКХ. Ну, я в широком смысле ремонта дорог, почему такие тарифы? Ну, я так думаю, что губернатор, который получает вот эти бумажки, в том числе из Подмосковья, он должен задуматься, что, наверное, что-то не так в датском королевстве, наверное, надо что-то проверить. Со всей страны поступают жалобы. Все про Подольск несчастный говорят, уже про Химки забыли. Ну, то есть, все Подмосковье и в Москве отключение отопления. Михаил Геннадьевич, почему чиновники игнорируют очевидные проблемы? Ну, а зачем им реагировать на очевидные проблемы? Деньги распилены? Распилены. Дача на Лазурном берегу или там в Сочи построены? Построены. Портрет на стене висит правильный, правильный, какие к чиновнику претензии? Когда-то это было шуткой. Мы вам пообещали, что вы от нас еще хотите, мы свою работу сделаем. Сейчас как решена проблема Химок, например? Очень просто. У Химкинского мэра есть специально обученные люди, а может, они не у него есть, может, они у Воробьева есть, которые трут негативные комменты в социальных сетях. Все, проблемы нет. Не-не, у Воробьева просто отключили комменты. В Химках с октября нету проблемы с теплом. В Химках с октября, с начала топительного сезона. Сейчас у нас середина января. Середина января. Три месяца прошло. Никто не реагирует. А зачем реагировать? У них все хорошо. Деньги распилены. Откаты, как я могу предполагать, распределены. Какие еще претензии к органам государственного управления? Раньше было ощущение, что президент может не добрать там соответствующее количество голосов на выборах. Поэтому кто-то как-то реагировал. Но сейчас-то в условиях электронного голосования ни у кого нет сомнения, что голосование будет правильным. Сколько надо, столько наберут. С чего? Обратная связь с обществом ликвидирована. Она аннулирована в институциональном уровне. Что такое цифровизация? Раньше вы писали письмо, вас должны были послать в течение месяца. Теперь достаточно отключить комменты и все, вуаля, все прекрасно. Вы свободны. То есть чиновники существуют в своей виртуальной реальности. Это официально закреплено. У них есть свои KPI, связанные с количеством лайков и комментариев в соцсетях. Я не знаю, с чем связаны KPI чиновников. Скорее, со скоростью обработки документов. Я тут столкнулся в сфере строительства. Оказывается, знаете, как определяется KPI чиновников строительства? Скорость делегирования задач. Вот ему пришла бумажка, что вы, товарищи, вы должны решить такую-то задачу. Вот KPI – это не решение задачи. KPI – это скорость, с которой он эту задачу передает нежестоящим. Почему я не шучу? Я сам был потрясен, когда я это узнал. И самой лучшей чиновницей в соответствующей структуре была дама, которая, по-моему, даже потом не смогла закончить силу своего высочайшего интеллекта. Но она просто… Ей приходила задача сверху на большом экране. Она немедленно перекидывала ее дальше. У нее время обработки материала составляло одну секунду. Психо. Мне интересно было, что там входит. Это самый лучший чиновник. Человек пошел на повышение. Сейчас действительно большой начальник. Якобы серьезные задачи решают. А насчет ответственности чиновников, ну, знаете, я некоторое время вел передачи на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» тогда сидела между метро «Динамо» и метро «Дмитриевская». И я ходил пешком, там, по-моему, вторая, Худорская или какая-то в этом духе улица туда. Эта улица всегда была… Там всегда была пробка. Там с одной стороны хрущевки и железные дороги, с другой стороны хрущевка. Там всегда стояли пробки. Так сейчас там, между этой улицей и железными дорогами, строят огромный жилищный комплекс. Роскошный жилищный комплекс. Но и без этого жилищного комплекса на этой улице была всегда пробка. А с этим жилищным комплексом на улице уже нельзя будет проехать. Ну что, кого-то в Москвобаде из этих Собянинских и Куснулинских клоунов это интересует? Нет, никого не интересует. Напомним, нельзя проехать означает, что люди не дождутся скорой помощи, умрут, не дождутся пожарной команды, сгорят и так далее. Нет, они просто не смогут отвезти своих детей в школу. Ну, в том числе. Они просто не смогут вовремя уехать на работу. Они не смогут вовремя приехать с работы. Там, правда, минут 15 пешочком до метро. Так что здесь все попроще. Но дальше. А что там с нагрузкой у нас на канализацию в городе Москва? Извините, в Москвобаде. А я поназову, что никто этим не занимается. Это никому не интересно. Потому что нехорошо в этом думать. Противно. У нас вот строится огромный комплекс. Несколько жилых комплексов колоссальных. Большое количество человеков. Называется остров на северо-западе Москвы. Или на западе Москвы. Огромный комплекс, который, судя по всему, заблокирует движение просто на всем западе Москвы. Просто заблокирует. Кого это интересует? Кого это? Там уже сейчас, когда КАМАЗы ходят, там уже очень сложно проехать. Кого это интересует вообще? Кого вообще интересуют в имитационном государстве содержательные вопросы? Знаете, например, вы, что у нас в ноябре месяце есть такой локомотив развития экономики. Сельское хозяйство. В ноябре месяце у нас в этом локомотиве, ноябре-ноябре, по данным Росстата, был спад почти на четверг. 25 процентов? 24. 24 процента. Спад? Спад. Это как это? А вот так. Данный Росстат. Причем урожай зерновых на 7 процентов меньше. Там все с урожайностью нормально, все с животноводством почти нормально. А спад сельхозпродукцией на 24 процента. А значит, ничего не понятно. Вообще, в эконом-развитии такие проблемы решаются обычно рассказываем о том, что это просто опечатка. Я сталкивался с этим. Ребята, что у вас написано? Ой, вы знаете, а у нас опечатка. Какая разница, что говорить? Какая разница, что говорит чиновник людям? Михаил Игнатьевич, а вот эти люди, которые сейчас уже неделю-две недели сидят без тепла, без света, ну, то есть, они же начали жечь костры во дворах демонстративно, что мы пытаемся согреться. Выходят на пикеты. А если они на Красную площадь с пикетом придут? На Красную площадь их СО оттуда выметят. На это у нас силовые структуры пока есть. Пока. Пока аналогичная авария не начнет происходить в местах обитания сотрудников СО, причем массово. Но пока этого еще не происходит. Когда детей сотрудников СО начнут, так сказать, им мигранты на них... Меня очень подмывает спросить, а где именно живут сотрудники ФСО, но я воздержусь от этого вопроса, чтобы потом не было каких-то обвинений. Вы знаете, мои знакомые гастарбайтеры, мне жаловались на них в железнодорожной станции Ленинска. Очень сильно. Как-то они там нехорошо себя вели при покупке товаров в киосках. Ну, по мнению гастарбайтеров, естественно. Ну, не знаю. Может быть, клевещут. Ждете ли вы в связи с этой историей каких-то отставок губернатора? Не знаю. Что вообще? Что в итоге будет? Ничего. Может быть, конечно, господина Воробьева назначат на место господина Хуснулина. Но это вряд ли. Потому что все-таки Хуснулина хозяин России, а не Воробьев. А не Воробьев просто высокопоставленный системный чиновник. Что касается национализации патронного завода. Почему он вообще находился в собственности частников? Почему одним из этих частников оказался гражданин Германии? Почему президент его начал национализировать собственным указом? Хотя для этого должен суд состояться? Что это за история странная? Ну, насчет национализации указом, а не по суду. Ну, я думаю, что такие у нас юристы в администрации президента. Или пиарщики такие. Уж не знаю кто там. Почему там гражданин Германии? Почему гражданин Германии не может быть собственником патронного завода? А почему гражданин Германии не может быть собственником еще чего-нибудь? Ну, собственником Кремля он пока быть не может. Но это... У нас же приватизация. У нас же открытость миру. Мы же до сих пор члены ВТО. У нас запрещено развивать свою промышленность, чтобы не мешать нашим западным. Для кого-то партнерам, для кого-то хозяям. У нас же нет политики национализации. У нас до сих пор, как я понимаю, основная часть ритейла находится в офшорах. Это считается нормальным. Мне на голубом глазу в Госдуме уважаемые люди рассказывают, что офшоры это не про уклонение от уплаты налогов и от капитала. Это про привлечение западных инвестиций. Понимаете, это же не сумасшедшие мне рассказы. Прямо перед Новым годом была новость, что Минфин опубликовал список офшорных зон, с которыми можно работать, что-то такое. Да, пожалуйста. Но одно дело работать, просто уклоняться от уплаты налогов. А другое дело, там зарегистрирована система, образующая российские предприятия. Этот патронный завод в Климовске вполне мог принадлежать офшорной зоне, в чем проблема. Там, говорят, какие-то чуть не ФСБшники им владели. Приватизация у нас сейчас. Господин Силуанов обещает новый виток приватизации. Так что, может быть, этот президент сейчас национализирует патронный завод в Климовске, а Силуанов его приватизируют. Ну, правильно, естественно, людям. Более правильно. Те, кто им сейчас владел, были правильны в прошлой реальности, а сейчас придадут, приватизируют тем, кто правильны в новой реальности. Какие-нибудь товарищи, чем из Таджикистана. В чем проблема? И я не очень понимаю две вещи. Во-первых. Михаил Игоревич, простите, пока далеко не ушли, ради бога, простите, что опять перебиваю. Есть такой гражданин, которого мы уже пару раз вспоминали, Лутфулоев. Раз уж вы сказали про Таджикистан. Он был президентом Международной Федерации бокса. Я, по-моему, сейчас есть, нет? Как-то там меняется его должность. В общем, там есть какие-то разные должности. В общем, пострадавший от утраты отопления Подольск Воробьев вместе с этим Кремлевым доставили полторы тысячи обогревателей электрических. То есть, такая пиар-акция хорошая. Полторы тысячи электрических обогревателей – это, во-первых, на пару многоквартирных домов, если верно, может быть, на три многоквартирных дома. И там 174, которые остались без тепла. А правда, сейчас остается без тепла существенно меньше. Вчера там две трети получили тепло. А во-вторых, понимаете, вот эти разом включаются эти обогреватели. Что у вас там происходит с электрическими сетями? Понимаете, Михаил Игоревич, это, во-первых, красивая пиар-акция. А во-вторых, это южное направление Московской области. И в этом южном направлении объединили три наукограда. Местные жители называют это кластер Кремлева. То есть, под вот эту Международную федерацию бокса и аффилированные с ней проекты, как раз на этом юге Московской области уже проводятся масштабные преобразования. Там не особо экономическая зона, но там, короче, целая история с этим связана. И, возможно, реально, как раз гражданин из Таджикистана реально станет там местным царком. В соседнем Подольске. Не только в Серпухо, но и в Подольске. Подождите, а что он до сих пор не стал царком и не местным? Я считаю, о нем в телеграм-каналах такое ощущение, что у нас будет вместо Путина. Ну, вот такое очень серьезное системное продвижение, прекрасная реклама. Невольно возникает вопрос, зачем нам нужен Путин, когда у нас есть Лутфулоев, в самом деле. По-моему, все очень понятно. Вот случилась авария. Где там президент Российской Федерации? А Лутфулоев сразу привез, извините, Кремлев сразу привез обогреватели. Ну, по-моему, все очень логично. Все очень просто. И все понимают, что без Кремлева Воробьев бы ничего не привез. Просто ничего. Вот. Может быть, если бы он приехал один, то и без, так сказать, поддержки со стороны Международной Федерации Бокса, он бы там и остался бы. Или там в больницу бы оттуда уехал. Так что в чем проблема? Что кто-то не понимает, кто правит Россией на самом деле? Я стесняюсь спросить. Ваши ожидания по стабильности, нестабильности ситуации внутри России. В конце концов, те же парни, которые сидят в окопе на фронте, получают сообщение. Владивосток замерзает, Хабаров замерзает, Урал замерзает, пол страны замерзает. Владимир Владимирович обратил на это внимание, взял под личный контроль ситуацию в Подмосковье и в Херсонской области. То есть, видимо, про всю остальную Россию ему даже не доложили. Ну, слушайте, это уже попахивает чем-то как бы совсем некрасивым. Почему? То есть, вы думаете, что люди будут терпеть и чиновники могут спать спокойно? Я думаю, что чиновники спят спокойно, потому что они убеждены в том, что специальная военная операция будет продолжаться долго. И люди с фронта будут возвращаться в состояние калеку, который не представляет для них уровня. Вот и все. Так вот почему у нас так вяло развиваются проекты реабилитации ветеранов. Потому что реабилитированный ветеран может представлять угрозу? Нет, нет. Проекты реабилитации ветеранов развиваются вяло, потому что у нас медицина ликвидирована. А это проект медицинский. Он требует врачей, он требует медсестер, он требует, в конце концов, оборудование, он требует, в конце концов, простой человеческой вменяемости и сочувствия. А в оптимизированной медицине пациент – это просто тушка, под которую положено получать бюджетные расходы. Какая здесь реабилитация ветеранов? О чем? Здесь не профессионалы, изгнанные. У нас Москва базит для того, чтобы получить медицинскую помощь специалисту. Люди месяцами стоят в очереди и в итоге не получают. Потому что месяцами стоят к этому специалисту, приходят, а он не специалист, он ничего не понимает. Он по гуглу читает. И дай бог, если умеет читать по-русски. Так что, простите, это немножко другая тема. На самом деле, реабилитация инвалидов, реабилитация контужных – это тема очень серьезная. Но в лучшем случае под нее будут распиливать деньги. Сейчас под нее, по-моему, даже и денег не распиливают. Ну что, у нас нет серьезной проблемы разрушения здравоохранения. Там декоммунизация в сфере здравоохранения прошла лучше, чем на Украине, по-моему. Или так же, как на Украине. Здравоохранение практически разрушено. Ну и что, и кого-то это интересует, кого-то это волнует. Все получили награды, все получили повышение. Все счастливы, все довольны. Население России с какой скоростью умирает? С большой скоростью умирает. Кто-то за это наказан? Нет, за это только награждают. И рассказывают, что нужны все новые, новые, новые миллионы мигрантов. Никто их не называет мастербайтерами. Потому что все уже понимают, что они сюда едут не работать. Они сюда едут владеть Россией. Михаил Григорьевич, вот тут тоже хочется вопрос задать. Кто там, какие-то структуры могут устроить всероссийскую проверку? Ну, например, приезжают мигранты, а почему-то неукомплектованность системы ЖКХ там какая-то бешеная называют. Куда же они тогда работают идут? Неукомплектованность системы ЖКХ бешеная. Ну, скажем, вот в Москва-банде. Вот недалеко от меня дом. Когда случилось стихийное бедствие, зимой внезапно выпал снег. Оттуда уволился последний дворник. Сформулировка. Ребята, вы мне платите 20 тысяч рублей, я за эти деньги жить не могу в Москве. Формулировка вполне правильная. А списываются на него минимум 70 тысяч рублей. То есть, у нас вся коммунальная сфера ремонтировалась в механизм просто воровства. И мигрантов держат просто, чтобы было на кого списывать заработную плату. Я подозреваю, что когда они увольняются, они все равно продолжают списывать заработную плату. Я подозреваю, что у господина Собянина в том доме, откуда уволился последний дворник, и числятся этих дворников человек 10, и каждый из них регулярно получает заработную плату. Наверняка. Но поскольку часть этих денег идет не только чиновникам, условного жилищника, а идет соответствующим ментам, извините, соответствующим полицейским, соответствующим вплоть до судей, до судей, ну, не знаю, может быть, до судей доходят, может быть, не доходят. Все довольны, все счастливы. Все. А так у нас появился новый наркотик китайский, так называемые китайские соли. Когда привыкание с одного раза наступает. У меня друзья в МГУ, они там мне с веселым смехом рассказали, что два факультета закрыли под предлогом кори. Я говорю, подождите, ну, кори же действительно? Кори в тяжелом возрасте это очень серьезное заболевание. Я понимаю, когда никто не, так сказать, не переболел в детстве, не вакцинировался от кори, я понимаю, что действительно тяжелое заболевание. Карантин, на меня посмотрели, как на идиота пальцем, рука, головы повертели. Сказали, ну, вообще-то это были проблемы с солей. Я не очень понимаю, какие там проблемы. Но что, эти наркотики, они у нас из Китая через Монголию идут? Или через Эстонию, может быть? Вот, пожалуйста, вам и заработок. То есть, это все через Среднюю Азию? Наверное, я могу предположить. А другой вариант, ну, может быть, они уже здесь производятся в массовом порядке, но тоже вряд ли на химическом факультете МГО, согласитесь. Дальше, дальше, следующее. Помидорчики. Почему у нас в России нет большого тепличного хозяйства? Потому что помидоры завозятся из Узбекистана, из Турции. А как они завозятся? А вот помидоры в Узбекистане стоят полтора доллара за килограмм. А в Москве на футсете оно стоит семь долларов за килограмм. Разница пять с половиной доллара за килограмм, она оседает в Москве. Она идет на поддержку внешних диазмок. На задержание бойцовских клубов, на тренировку боевиков, на обучение боевиков, на покупку, как я могу предположить, правоохранительных так называемых органов. Их тоже давно никто не называет правоохранителями. Но и в том числе на то, чтобы в России не было своего производства помидоров. Чтобы в России не было теплиц. Чтобы в России было членом ВТО. Чтобы не занималось протекционизмом, не занималось развитием собственного производства. На это идут эти деньги. Ну, я могу предположить. Пять с половиной доллар за килограмм. А в одном грузовике этих 20 тонн, наверное. В одном автобусе или сколько там тонн. Не знаю. Не знаю. Михаил Иванович, тут вот на тему миграционной политики внезапно подул ветер. Вот не отгадайте, чья цитата. Хочу обратиться к партии и правительству с просьбой приравнять судимость к автоматическому аннулированию приобретенного гражданства и запрету на въезд в страну. Зачем нам граждане, которые приезжают к нам воровать и убивать? Одна очень известная дама. А, если дама, я думал Владимир Соловьев или Маргарита Симоньян. Симоньян. Симоньян, конечно. А в чем проблема? А почему я не угадаю? У нас сейчас повесточка. Понимаете, повесточка. У нас сейчас выбор. И под выборы нужно спустить пар. Нужно показать, что государство знает о проблемах людей и заботится. То есть, вы уверены, что ничего реального не поменяется? Подождите. У нас вице-премьер по строительному комплексу. Кто? Товарищ Хуснулин. Товарищ Хуснулин сколько нам обещал мигрантов завести? Просто завести. Потому что нечего здесь работать с гражданами Российской Федерации. У нас что? Гражданство перестали раздавать вертолетным способом? Аулами и кишлаками? Нет. У нас что? Какие-то изменения в этой сфере реальные есть? Нет. У нас что? Человейники стали строить для людей, а не для строителей? Чтобы строительные эти самые девелоперы разрабатывать? Нет. Ну так, коллеги, о чем мы говорим? Мы говорим о сотрясении воздуха. Сотрясение воздуха идет по многим актуальным вопросом. Смотрите, как у нас актуализируется обсуждение экономических проблем? У нас же уже практически, даже у Соловьева говорят о том, что нужно развивать экономику. То есть, нужно обеспечивать протекционизм. Что нехорошо душить экономику сверхдорогими кредитами. Нет. Душить-то продолжают. И протекционизм запрещен. И развитие. Но начали говорить. Нет, нет. Стали говорить. Что? Об этом кто-то не знал? Знал. Что изменилось? Впереди выбора. Нужно поговорить о реальных проблемах. Чтобы люди почувствовали себя спокойно. Потом можно будет даже майские указы принять в 2019 году. А потом отрапортовать, что эти майские указы выполнены. У нас же 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест создан. Они же созданы. С 2012 года. Ну что? Указ-то выполнен. Все в порядке. А если какой-нибудь научный сотрудник думает, что он получает меньше, чем предусмотрено в этих указах. Ну он же тупой научный сотрудник. Он же ничего не понимает. Даже в собственной зарплате. Ну согласитесь. Мы же помним все эти истории. После таких слов как-то сложно даже задавать какие-то новые вопросы. Что я сказал того, что кто-то не знает. Просто что. Вы помните, был такой ректор высшей школы экономики, могильщик российского образования, господин Кузьминов. И он как-то избирался в Московскую городскую думу. И когда ему нужно было избраться в Московскую городскую думу, то этот конченый выбирал, лично приезжал на рейды полиции по лежбищам делегальных мигрантов. Там присутствовал. Говорил, что мы этого не допустим никогда. Я сильно подозреваю, что эти рейды полиции организовывались именно для того, чтобы господин Кузьминов мог попиариться. Потому что ни до него, ни после него в этих рейдах слышать не приходилось. То есть это Кузьминов, которого в воле никто не заметил. Человек ликвидировал российское образование. Молодец. Но это муж Эльвиры Сахипзадовны. Да, это муж Эльвиры Сахипзадовны. А его замене, там у него какая-то дама была, не суть. Тоже из высшей школы экономики. Хамада. Что-то очень похожее. Касамада. Касамара. Касамара. В общем, были там разговоры. Тоже куда-то избиралась, но в итоге не избиралась. Но не суть. Знаете, это когда в Мосгордуму избираются. И целые рейды ради этого проводятся по нелегальным мигранам. В общем, ни до этого, ни после этого ничего не изменилось. Государственная политика по замещению носителей русской культуры, носителями любых других культур, вплоть до африканских, она продолжается, она никуда не сделается. Это государственная политика. Государственный курс. А под выбором можно чем угодно подобрать. Дешевеющая нефть, которая в этом году на мировом рынке упадет еще процентов на 20, будет неплохим подспорьем в борьбе с инфляцией, пишет Олег Дерипаско. Михаил Геннадьевич, насколько болезненно для нашей экономики будет такое подешевение нефти? Ну, подешевление нефти, если оно будет, оно будет очень болезненно. Только я не очень понимаю, с чего оно будет. На самом деле, сейчас в мире происходит замещение американцами всего, что они могут заместить. То есть, за счет чего сейчас живет американская экономика? За счет того, что американский бизнес по всему миру приходит к тем или иным предпринимателям. Значит, вам запрещено покупать у китайцев. Теперь вы то, что покупали у китайцев, теперь будете покупать у нас. Поэтому в Китае небольшой темп экономического роста. Глобальный рэкет, в общем. Глобальный рэкет, да. То же самое происходит с нефтью. А хуситы перекрыли Красное море. Теперь нефть в Европу стала выгоднее таскать из Америки. Чем из Персидского залива. Потому, что в Америке сансовая революция. И Америка из-за импортера нефти стала экспортером. А сансовая революция была очень давно. Больше десяти лет назад. Дальше. Для нас это, естественно, проблема. Для нас это проблема. Плюс идет война с нашим теневым флотом. Наши нефтяники, они в свое время создали теневой флот достаточно переживающим образом. Сейчас американцы начали бороться с этим теневым флотом. А я могу предположить, что профессионалов, которые теневый флот создали, уже урили. Потому, что не профессионалы. Они мешают одичалам. Они мешают имитаторам. Но, соответственно, нужно делать следующий шаг в маскировке. А делать как-то запаздывают. Может быть, мы сделаем этот шаг. Может быть, уже некому делать. Посмотрим, увидим. Но пока есть некоторые сложности. В целом, распад мира на макрорегионы будет вести к тому, что мирового рынка-то не будет. И мировая цена нефти будет фикцией. То есть, что значит, что мы продаем со скидкой относительно мировой цены? Это означает, что мы не можем продать чужой макрорегион. Можем продавать только свой или смежный макрорегион. И, соответственно, в этом макрорегионе другие цены, чем, скажем, на европейском и на американском. Сможем ли мы продавать китайцам по достойной цене? Или за все в итоге заплатят российские потребители? Ну, чтобы продавать китайцу по достойной цене, китайцам надо уметь торговаться. Потому что вклад китайской цивилизации в мировую копилку мировой культуры – это переговоры как процесс. У нас это умеет Роснефть. Но, как показало под Газпромом, Газпром этого не умеет, не хочет. По крайней мере, раньше не хотел. Может быть, сейчас научился. Не знаю. Так что это вопрос открыт. Это вопрос к качеству государственного управления России, которого, по-моему, только что весьма исчерпывающе характеризовали. На примере других сфер, типа развития жилищно-коммунального хозяйства. Знаете, очень редко бывает, что у вас, так сказать, вот в одной руке у вас дикая болезнь, там, онкология, например. Другая рука замечательная, здоровая, никаких метастазов, все прекрасно. Или, по крайней мере, так бывает до поры до времени. Второе. Я не очень понимаю, почему падение мировых цен на нем, с точки зрения Дерипаски, будет поспорим в борьбе с инфляцией. Может, он... Я так понимаю, это такая издевка. Может, он организирует. Но мы знаем, что когда происходит снижение мировых цен, на что угодно, олигархи компенсируют свои потери от экспорта повышением цен внутри стран. Так что, если у нас мировые цены на нефть упадут, то цены на бензин должны, по идее, вырасти, а не снизиться. Это классика, это 100%. Должны вырасти. Причем здесь борьба с инфляцией-то, простите. Ну, я думаю, что все-таки товарищ Дерипаска, как практикующий предприниматель, он иронизировал. Это был не прогноз, это была шутка. Что еще можно шутить по поводу роста цен, простите, господи? Я вот тут зашел в магазин после новогодних каникул, так на некоторые позиции цены выросли почти в два раза. Проблемы с яйцом и с курицей никуда не делись аналогично, хотя все многократно обещали, что цена после праздников будет снижаться, поверьте. И даже мы закупаем яйца теперь из Турции, из Азербайджана. Это не помогло. Ну, понятно, потому что если вы уничтожаете свое производство, ну, если вы уничтожаете свое производство, кто же вам будет продавать дешевле? Ну, Беларусь может продать дешевле. Ну, правда, в некоторых регионах, там, в каком-то регионе снизили цен на яйца до 110 рублей за десяток. Это выдающееся достижение. Причем регион такой небогатый, отнюдь, я бы сказал. Но это в каком-то одном, или там, в двух регионах отрапортовали. Вот смотрите, какие мы прекрасны, как у нас все хорошо, какой у нас умный губернатор. Не сажайте его, пожалуйста, прямо сейчас. Хотя я на месте губернатора напрягся бы, потому что ведь если он обеспечил снижение цен на яйца, он же эти деньги вынул из карманов олигархов. Как раз за это его и могут посадить. Михаил Геннадьевич, как вам подготовка к выборам? Каким? А, нет, в Америке очень интересно. Там реально собираются ликвидировать Байдена, по моим ощущениям. И реально есть шанс, что впервые в истории Америки станет президентом независимый кандидат. Ни от республиканцев, ни от демократов. Но Тайване очень интересно. Там, скорее всего, Геннадьевич станет президентом. Но если это, скажем, полгода назад мне казалось очевидным, то сейчас вот совершенно не факт, потому что там бурный рост патриотизма. И это серьезно. То есть, на самом деле, это очень интересный процесс. То есть, у Китая может появиться необходимость все-таки начать свою спецоперацию? Нет, ну, все-таки президент Тайваня, конечно, даже если он будет проамериканец, проамериканский и националистический, то он не будет идиотом. Он не будет провоцировать войну с Китаем. Но все-таки он свой островлюбец, свою родину. Но его могут заставить, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки я надеюсь, что победит все-таки Гаминдановец. Потому что такое понятное развитие событий по правилам. Победит Гаминдановец и будет вести дело к мирному объединению потихонечку. Как? Не как у Аксенова в острове Крым. Но на самом деле это очень интересная перспектива. Вот за этими выборами они вот сейчас скоро уже будут. Я прямо слежу с напряжением. А российские выборы? Российские выборы, вы имеете в виду российские выборы президента? Нет, я чего смеюсь. Российские выборы президента пройдут организованно, по плану. План мы пока не знаем, но он будет точно реализован. Все проголосуют как надо. Всех посчитают строго по закону, как надо. Президентом Российской Федерации будет Вадим Владимирович Путин. Вы что, хотите, чтобы президентом Российской Федерации стала какая-нибудь лада русских? Я как раз у нее взял интервью, Михаил Геннадьевич, это нечто. Я такая благородная, во мне 16 пластических операций. Я прямо присполнена благородством или благодатью, я не помню, какое там слово употребила, мне прям очень понравилось. Я бы ее президентом Украины бы отправил, правда. Она уже объяснила, что на самом деле она наметилась на должность этого губернатора Петербурга. Как раз с осенью выбора, сейчас она в одних поучаствует. И сразу туда переключится. Я думаю, это будет очень весело. Нет, ну вы знаете, я на самом деле без всякой иронии, на фоне господина Белого, по крайней мере госпожа Русских, она будет способствовать балансу, обеспечению этнического баланса в Баку-на-Неве, как сейчас называется. Санкт-Петербург, бывший Санкт-Петербург. Бывшая Москва называется москвобаном, а бывший Санкт-Петербург называется Баку-на-Неве. В силу специфики политики. Я тут попал в Просаковск год назад, мне до сих пор стыдно. Мне там питерцы написали о реальных проблемах жизни в Питере. Причем такие проблемы бытовые на уровне городского хозяйства. Я понимаю, что совершенно бессмысленно пытаться это как-то решать на уровне государства. Я говорю, ребят, понимаете, в 90-е годы за таким задачей мне хорошо справлялась оргпреступность. Ну, я слышал, у вас там есть какой-то авторитет в Санкт-Петербурге, зовут его Шурик Бакинский. Ну, вы найдите, вот к авторитету обратитесь. Там авторитеты предпринимателя раньше назывались разными. Ну, в Москве был Тарик Ван Тришвили, например, очень уважаемый человек, реально покупал в некоторой медицинской клинике оборудование, кроме шуток. Я знал человека, который к нему пришел, сказал, мне нужно, потому что ваше же лечить придется, а лечить нечем. Говорит, а ты не украдешь? Говорит, что у вас, что ли, украду? Да, я говорю, действительно. Это был 93-й, что ли, год. И действительно, вы купили оборудование, и на это оборудование людей лечили. Обычно. Вот. Я это делал вспомнил. Ну, у вас там авторитет такой. Говорят, есть. Я не вникаю где-то, не специалист в этой соревновании. Даже я слышал, что есть такой авторитет. А потом мне, так сказать, питерцы сказали, что, собственно, это прозвище губернатора. Такой, Шурик Бакинский. Прости, господи. То есть, понимаете, вот я попал в просаг, очень было неловко и неудобно. Питерцы решили, что дать ними поглумился, на самом деле. А дальше пришлось специального помощника в Питере завести, чтобы больше не попадать в такие глупые ситуации. Вот. Но в целом-то, я думаю, что лада русских, конечно, над ней можно и вздеваться. Конечно, над ней можно и глумиться. Она рада. Рада. Ну, без разницы какая. Знаешь, понимаете, можно считать ее дурой. Может быть, она действительно очень неумная женщина. Я не спорю. Я ее один ролик видел, поражал. Но, понимаете, у меня нет сомнений, что даже эта женщина, даже если все плохое, что они говорят, думают, предполагают, что все это правда, даже в этом случае она будет значительно более эффективным губернатором Санкт-Петербурга, чем господин Белых. Согласитесь. Ну, я думаю, что скорее того, знаете, кто у нас сейчас руководитель Единой России? Кто? Турчак? Нет, не Медведев. Вот да, Турчак. Вот, может быть, Турчак будет губернатором. Может быть, Турчак будет главой счетной палаты. А может быть, человек, который... А куда же Медведева, Михаил Геннадьевич? Медведев. Послушайте, Дмитрий Анатольевич Медведев наконец-то нашел свое призывание. Он в Телеграме агитирует за здоровый образ жизни. Причем получается великолепно. Я вам давно рассказывал, у меня три человека бросило пить, просто почитав Телеграм-канал Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, количество пьющих в моем окружении скрытается. Я сам не пью, людям со мной скучновато. Но я могу сказать, что Дмитрий Анатольевич Медведев нашел свое призывание. Он реально приносит пользу людям, приносит пользу стране. Не трогайте Дмитрия Анатольевича Медведева. Сделать его, например, представителям правительства, катастрофа будет. Сто процентов. Уже есть опыт. Сделать его ректором МГУ. Не будет МГУ. Но, правда, если вирус этим задуман или этого профессионального реформатора, Шувалова из ВЭФа, назначить ректором МГУ тоже будет катастрофа. Тоже не будет МГУ. Но хоть не так обидно. Спасибо за искрометный юмор. Спасибо за хорошее настроение. Почему здесь юмор? Я что ли Беглова на Питер назначил? А, его питерцы избрали сами. Сами избрали. Ну, сами пусть и расходил. Согласитесь. Ждете ли вы каких-то перемен в стране после выборов? Или каких-то провокаций перед выборами? Ждете ли вы раскачки ситуации? Ну, понимаете, если бы я был с той стороны, то, скажем, 18 марта 2014 года был бы в России днем травм и днем радости по поводу Крыма. Это стоило бы мне 20 тысяч долларов. Просто снарядить электричку фанатов. Даже не надо их идеологически заряжать. Я думаю, что поскольку с того времени эффективность той стороны мы разговариваем, как я понимаю, на YouTube, поэтому мы не можем называть вещи своими именами. А дичалы не способны в России сделать свой сервис нормальный видеохостинг. Поэтому нам приходится говорить эвфемизмами. Я думаю, что в конце февраля нам стоит ждать каких-то... Последнюю декаду февраля нам стоит ждать таких неприятностей. Но если их не случится, слава тебе Господи. Но, понимаете, неприятность должна быть организована так, чтобы она успела проявиться в общественном сознании, а управляющая система не успела на нее отреагировать. Скажем, как это было в Америке. За полтора месяца до выборов президента они завалили Лемон Браду. Они могли его спасти. Но они его завалили для того, чтобы на волне кризиса гарантированно пришел Абам. А там нужно было обеспечить волну экономического кризиса. У нас все гораздо проще. Поэтому я думаю, что будет гораздо быстрее. Поэтому за 2-3 недели до проведения выборов, ну, за 4 недели до проведения выборов максимум, стоит ждать всяких неприятностей. Раз. Например, какого порядка? Знаете, я не хочу подсказывать, я не хочу накликать. Дальше. Надо понимать... Люди к этому как-то подготовиться могут? Ну, имейте запас консервов, имейте обогреватель, подобный тому, что товарищ Кремлев привез... В Подольск. В Подольск. Имейте витамины. Ну, в чрезвычайной ситуации нужно быть готовым всегда при таком качестве госуправления, как у нас. Я не говорю, что нужно заниматься выживальничеством. Но нужно понимать, что имитирование одичалости системным уровнем... Знаете, когда Сергеевич Глазих когда-то говорил, что у нас блатной феодализм, так это был комплимент. У нас имитация блатного феодализма. Мы видим, что даже слить воду в мороз из трубы, в ситуации, когда отопление прекратилось, российские системы государственного управления не способны. Это задача, которая превышает ее интеллектуальный потенциал. Хорошо, плохой хозяин патронного завода перестал подавать тепло. Ок. У вас труба с водой. На улице минус 25. Вы должны понимать, что нужно просто вылить из этой трубы, чтобы труба не замерзла. Это выяснилось. Эта задача нерешаема. Потому что для интеллектуалов, интеллектуальцев, извините, которые управляют Россией, в частности, в московской области, эта задача неимоверно сложна. Она не помещается в голову. Помните, в московской мэрии работала девушка, когда ее спросили, почему в дождь затапливает туннель, я скажу, как вы не понимаете, с такими губами, что сосами целовался, как вы не понимаете, это же дождь. Вода течет вниз, а туннель уже внизу. Смотрите, что в тундре нет ливневой канализации. И в московской базе тоже нет ливневой канализации. Может быть, будет орышная. Я даже не помню эту историю. Может быть, будет орышная. Это давно было. Я продумывал. Но, может быть, будет орышная когда-нибудь. Но для этого у нас слишком малых цифров в средней Азии. Нужно еще миллионов десять. Тогда будет орышная канализация. Хотя, с учетом успехов в среде Человинников, может, и раньше будет орышная. Поэтому нужно быть готовым. К чему, не знаю. Может быть, обойдется. Может быть, обойдется. Но при таком уровне интеллекта даже диверсии не нужно. Потому что по всей стране разморозку коммунальной системы осуществляют украинские диверсанты, что ли? Нет. Российские чиновники значительно эффективнее для украинских диверсантов. На порядок эффективнее. Мы же это видим сами. Ну, какой террорист Буданов из ГУРа? Он террорист, с моей точки зрения. Хотя российское государство его террористам категорически не принимает. Знаете, почему не признают? Потому что это органы государственного управления. Мне это написали официально. Здесь нет. Почему вы террористов не признаете террористами? Вы знаете, это органы государственного управления. Я говорю, ребята, признайте Украину, украинское государство, как организацию. Вы не можете его признать террористическим государством. У нас нет такого понятия в законе. Хорошо. У нас есть понятие террористической организации. Государство – это организация. Признайте Украину как государство, террористическая организация. не отвечают официально письмо из МИДа. Знаете, в этом случае, как же тогда мы будем обеспечивать сериальную целостность и неприкосновенность Украины? Я не шучу. В условиях проведения специальной военной операции я получаю вот такую замечательную суду. Причем ужас не в том, что какой-то там дурак написал, другой не глядя подписал. Нет. Ужас в том, что российская государственная политика полностью соответствует этой норме. Обратите внимание. Мы не ведем боевые действия, за редчайшим исключением, на территориях, которые мы признаем принадлежащими государству Украины. Мы ведем боевые действия только там, на территориях, которые мы считаем принадлежащими к Российской Федерации. Хорошо. Раз уж коснулись темы... Это к уровню интеллекта. Это к уровню интеллекта. Диверсии избыточные сами. Просто избыточные. Раз уж коснулись темы спецоперации, Михаил Геонидович, у вас какие ожидания на данный момент? Все новогодние праздники, мощные обстрелы туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Но они будут продолжаться. А кто заставит прекратить обстреливать? А знаменитые мосты через Днепр так и будут стоять? Ну, конечно. А что с ними случится? А что с ними случится? Простите, пожалуйста. У нас господин Зеленский... Жив? Жив. У нас господин Заложный... Жив? Жив. У нас господин Буданов. Все в порядке у него со здоровьем? Все в порядке у него со здоровьем. Чувак, мы остались туда копать. Когда было сказано, что ежели что-то мы будем наносить удары по центрам принятия решений? Когда? Сколько лет назад? Ну, двух лет еще не прошло. Так что нет, я не вижу оснований для изменения государственной политики Российской Федерации. Может быть, будет приостановка боевых действий, если удастся в очередной раз обмануть и развести на Минск-3, на Стамбул-2, на что-то еще. Я подозреваю, что на нанесение вот этих вот новогодних ударов, оно было связано, как раз это был способ сорвать эти договоренности со стороны каких-нибудь англичан, которые дестабилизируют ситуацию постоянно. Я вполне это допускаю. Потому что любому американскому, ну, как бы демократу, любому представителю от истеблишмента американского нужно показать, что вот, смотрите, а там ведь люди хотят и Байдена подвергнуть еще оставить, что вот, смотрите, мы добились стабилизации ситуации, если не мир. Плюс нужно, поскольку понятно, что Украина издыхает, просто с ресурсной точки зрения, значит, нужно получить передышку для того, чтобы снова накачать ее ресурсами, чтобы запустить западный военно-промышленный комплекс, чтобы потом навести удар с новыми силами. То есть, получить новую передышку, которая была там с 14 по 22 года. Для нового витка нападения на нас. Я понимаю, что такая задача стоит. Соответственно, западная агентура в рамках советского руководства, ну, и просто люди, которые хотят, что, ребята, давайте мы не будем думать о плохом, эти люди стараются в этом направлении. Судя по всему, какую-то попытку сорвали. Будет следующая попытка. Если англичане ее не сорвут, она вполне может увенчаться успехом. Посмотрим. Посмотрим. Понимаете, для того, чтобы наступать, нужно иметь, а, политические цели. Политические цели мне МИД зафиксировал в Российской Федерации. Это МИД мне написал. Это мне написал какая-нибудь там иностранная агентесса. Второе, второе, что мы видим. Для того, чтобы наступать, нужно осуществлять прорыв. Управление наступлением качественно более сложная задача, чем управление обороны. Ну, когда у вас войска входит в прорыв, за ним должны идти системы обеспечения безопасности, системы снабжения. Система снабжения гореющим снарядами, разными снарядами, людьми, в конце концов. А система, так сказать, миссии, она должна идти в этот прорыв. Этим всем нужно управлять. Это сложная управленческая задача. Для этого, для решения этой сложной управленческой задачи, нужно иметь людей, которые способны управлять хотя бы в рамках индустриальных. В рамках эпохи имитации плотного феодализма, подобного рода сложной задачи, система решать не может. Не может она решать эти задачи. Люди отбираются по другим принципам. Поэтому я не стал бы ждать значимых изменений линии фронта. Ну, по крайней мере, для этого должно произойти изменение политической войны. А мы же видим, основная тема официальной пропаганды. Главное – не допустить мобилизацию общества. Все как обычно. Все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза, фронт отдельно, вы отдельно. К волонтерам отношения все более напряженные. Есть классный волонтерам, хороший. Люди, которые занимаются самодеятельной помощью, их терпят, скажем так. Их точкой терпят. А к этим самым военкоморам отношения все более напряженные. Мы это и видим. Скандалы возникают. Оспорки всякие официальные, полуофициальные. Так что... Статью о клевете на вооруженные силы никто не отменял. Если кто-то... Я помню хорошо, что когда какой-то человек заявил, что российские вооруженные силы оставили Херсон, его отдали за это под суд. Я же это помню. Так что я не вижу оснований для совершения специальной военной операции. Может быть, приостановка. Или если произойдет изменение политической мотивации, тогда действительно начнет российский вооруженный... Как там Владимир Владимирович Путин сказал, мы еще даже не начинали. Ну, может быть, кто-нибудь начнет. Но пока, судя по его диалогу с ранеными, такого намерения ни у кого нет. В общем, был характерный взял. Михаил Георгиевич, что касается вот этого скандала, когда человек, серб, в футболке с надписью «Команда Путина» рассказал о том, что с сербами на фронте происходит, как над ними там издеваются, как их заставляют без должного обмундирования снаряжения боеприпасов идти на штурм. Ну, короче, очень неприглядную правду выдал. И что-то мне подсказывает, что таких сообщений может быть целый ворох. Во-первых, я совершенно не верю, что кто-то занимается дискриминацией сербов по национальному призму. Просто сербам это кажется дикостью. То есть вы думаете, что это распространенная практика? Я думаю, что это не в одном месте происходит. Потому что вряд ли кто-то целенаправленно пытается унизить или тем более стремить сербов. Я думаю, что просто к нему относятся так же, как к другим. Это моя гипотеза. Просто серб, у него есть больше возможностей. Он гражданин другого государства. И за него есть кому заступиться. То есть в случае чего. Поэтому в отношении него, у него есть какие-то люфты, какие-то возможности свободы, которых у граждан Российской Федерации нет. Это мое предположение. Это моя гипотеза. Понимаете? Те обращения, которые ко мне поступают, я их даже озвучить не могу. Потому что это сразу статья. Но это же, особенно перед выборами, может привести к очень плохим историям. Каким? Каким историям это может привести перед выборами? Вы думаете, что все стабильно, железобетонно? С электронного голосования. Какие истории перед выборами? Что, кто-то будет голосовать за Харитона? За Слуцкого? За Раду Русского? Извините, что я перепутал ее имя? Кто-то еще будет Борис Борисович Надеждин. Григорий Алексеевич Емельцкий отказался. Он умный человек. Михаил Геннадьевич, напоследок. Расскажите о своей книге. Вы так много о ней пишете в телеграм-канале. Извините. Я многих уже обидел. Я просто слишком, может быть, интенсивно на праздниках рассказывал. Я написал книжку под названием «Цивилизация людоедов. Британские истоки Гитлера и Чубайса». Эта книжка, во-первых, о том, как устроена британская политическая цивилизация, политическая культура. Почему закоулки, нищие, разрушенные закоулки Европы стали властелином мира. Как это случилось. Сочетание объективных и субъективных процессов. Специфика английской политической культуры, которая помогает англичанам. Как эта культура выкувывалась. Например, у англичан колоссальная роль науки всегда. Английскую финансовую систему создавал Ньютон. Причем создал так, что когда его архивы в 30-е годы попали на аукцион, английские спецслужбы немедленно их засекретили и запретили их продавать. Потому что выяснилось, что четверть тысячелетия спустя английский монетный двор продолжал работать по правилам, которые установил Ньютон. Вот, великий физик. Это серьезно. Великий, великий мыслитель. Великий ученый. Потом именно Англия явилась пионером в формировании идеологии. Ну, понятно, что она была наиболее промышленно развита, поэтому там формировали все идеологии. Но, например, оба чумы новейшего времени, которые нас и в 20-м веке разрушили, сейчас разрушают, это фашизм и это либерализм. Обе эти чумы порождены Англией. При этом Англия волшебным образом, породив эти две чумы, отправив их в мир, сама имеет иммунитет к этим порожденным ей психоисторическим вирусам. Так если бы я сварил бактерию оспы, вирус оспы, создал вирус оспы, выпустил его в мир, а у меня был бы врожденный иммунитет. А как так получилось? Почему у них иммунитет от этих, так сказать, вещей? Почему Англия, вскормив в идейном плане, в финансовом плане выкармливали американцев, а в идейном плане гитлеровский фашизм выкармливали именно англичанин, выкармлив его буквально с ложечей, привезя Гитлера к власти, ну, Гитлер там рыпался, немножко нарушил условия, захватил там Францию, вопреки договоренности, но в целом он действовал, он пытался вырваться из коридора, которого поставили англичане, но он толком не смог из него вырваться. И при этом британский фашизм, который был, был сильный, у него ничего не получилось. Там доходило до того, что Черчилль грозил своему министру иностранных дел, что он его поставит в тюрьму, что он его арестует. Там все было непросто, все не было, вот собрались клубы, вот они придумали, вот они сделали заговор, а дальше актеры разыгрывают спектакль. Нет, там было все очень драматично. Но, тем не менее, английская цивилизация, она защищена от чумы и фашизма, и от чумы и либерализма, его, так сказать, классической формы. Потому что классический либерализм – это когда люди служат лондонскому сити, то есть финансовым спекулянтам, сейчас еще, и Уолл-стрит против своих народов. Но в Англии эти же самые либералы служат лондонскому сити не против своего народа, не против английского народа. Как так получилось? Я вот это вот достаточно подробно исследовал, разбирал, в том числе, на примере наших либералов российских. Ну, получилось 520 страниц, в общем, сейчас я и сдаю. Так что можно в стартере подписаться, если кто хочет быстрее, в электронную форму. Если кто хочет бумажный вариант дешевле, чем в магазине, там тоже можно подписаться. Очень интересно вы рассказываете, Михаил Игнатьевич. Поздравляем с новорожденным трудом. Да, спасибо. Успехов всем нам в новом году, Михаил Игнатьевич. Ваши пожелания зрителям? Знаете, самый главный риск этого года для России – это не украинский, даже не российский одичевый чиновник. Самый страшный риск этого года – это продолжение социально-экономической политики, направленной на вымаривание России искусственно созданным денежным углом. Это, ну, когда вы уничтожаете, ваше руководство уничтожает свою страну, никто не будет уважать этого руководства, и за пределами страны тоже. У предателей не бывает, друзья. У предателей не бывают сынников. Вот, я надеюсь, самый большой риск – это продолжение этой политики. Поскольку ресурсы, в общем-то, близок к исчерпанию, я думаю, что эта политика так или иначе будет меняться. Ну, грубо говоря, если Россия начнет править мигрантами, то политика изменится. Исламский банкинг. Ну, вы знаете, люди, которые проводят такую политику, как у нас, они, да, в Иране их бы повесили, в Саудовской Аравии их бы, наверное, распяли, а в Средней Азии они бы сидели. Ведь, скажем, в Узбекистане запрещено ходить в закрытой одежде. Поэтому люди, которые являются исламскими радикалами, они едут в Россию. Потому что здесь они могут ходить, женщины ходят в закрытой одежде. То есть, у нас более фундаментальное, фундаменталистское исламское государство, чем в Узбекистане. Можно посмотреть, как в Узбекистане там поддерживают IT-технологии. Сильно, лучше, чем у нас. Поэтому туда даже Греф поехал, открыл там школу программирования. Ну, конечно, потому что там государство помогает IT-техни, а в России оно имитирует помощь IT-техни. И господин Греф, как человек вполне себе рациональный, он понимает, что если он будет убеждать в чем-то российских одичалов, то убедить он ничего не сможет, а проблем себе создаст. Так зачем же, когда это может делать в Узбекистане, где в силу разумной демографической политики много молодежи. Ну, правда, мы получим Узбекистан здесь, не в гомеопатических масштабах, как сейчас в полномасштабных, когда террористы, которые пришли к власти в Афганистане, талибан террористическая организация, запрещенная в России, но эти террористы строят там большую растительную систему, на которую они отберут четверть стока Амударии. Ну, когда они отберут четверть стока Амударии, жить в Узбекистане станет невозможно ни четверть населения. Честно, они окажутся здесь. Так что, может быть, перенос в более высокую государственную культуру в Россию приведет к оздоровлению нашей системы госуправления. А какое-нибудь хорошее пожелание можно, Михаил Гриф? Это хорошее пожелание оздоровления системы государственного управления. Что же здесь плохого-то, простите? Знаете, если бы у Мерзьёева был такой представитель Банка России, как Нейбюрин, она бы в лучшем случае сидела. Чего по статье «Змена Родина», между прочим, а не по какой мы там хозяйственной статье. Книга про рабовладение должна заканчиваться. Начинался «Феодализм. Светлое будущее человечества». Нет, а была такая диссидентская какая-то книжка «Феодализм. Светлое будущее человечества». Но учитывая то, какую строй строят сейчас у нас, «Феодализм. Светлое будущее Российской Федерации». А что, есть какие-то вопросы? Словно, общество у нас строится вполне официально. А как бы бракобесие у нас торжествуют. Там сильнейшую икону везут в мороз на козлах, покрытых тряпкой. И считается, что это нормально, ничего страшного. Наша святая ничего не сделает с этого мороза. Это нормально. И кто не возмущается. Минкульт молчит в тряпку, генпрокатура молчит в тряпку. Так что нет. Если брать качество госуправления, то представьте, что у Ричарда «Львиное сердце» кто-то проявил бы такую же вменяемость, которую проявил губернатор Воробьев в связи с развитием коммунального хозяйства в Московской области. Ему голову просто отрубили бы и все, пошли бы дальше, не заморачивая. У нас же смертной казни нету, поэтому все в порядке. Дорогие друзья, как вам такое пожелание? Пишите в комментариях, подписывайтесь на YouTube-канал Неделягин, на Telegram-канал Делягин Спейшелс. Подписывайтесь на меня, Михаил Геннадьевич, до новых встреч. Всего доброго, счастливо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»